Пошли по дороге, все пошли. Максим с победой. Особо ничего не ел, только вот перед последним за тайминг. Половина банана съела. С победой. Всем привет! В воскресенье я побывал в Санкт-Петербурге на первом матче финала западной конференции между СКА и ЦСКА. Игра получилась такой, вы наверняка ее видели, что она ушла в 3 овертайм. СКА мог выигрывать в основное время, но Владислав Каменев сравнял счет, потом его удалили, потом удаление отменили, потом 1 овертайм, 2-й, 3-й. Как раз с Владиславом Каменем я об этом поговорил, послушал пресс-конференцию Сергея Федорова, Павел Корнаухов нам рассказал об этом матче. То есть так устроено во дворце СКА, что ты после пресс-конференции главного тренера гостей должен бежать на выход, куда выходят гости, потому что иначе они уедут на автобусе, ты не успеешь с ними поговорить. Поэтому этот обзор только через команду ЦСКА. Фанаты ЦСКА этому обрадуются. Так что смотрите наборчик после первого матча финала Запада. ЦСКА выиграл со счетом 3-2 в третьем игре. С победой! Поздравляем! Как игра? Да, все видели. Долгая, тяжелая, напряженная, но выиграли. Очень важно. Как распределять силы, потому что это похоже на марафонцы, который бежит 100 км. То есть у вас 7 матчей, опять 7 матчей, день отдыха, день отдыха, день отдыха, день отдыха. Один выходной и опять 2 матча в одном. Как распределять силы? Распределять в плане долгого, чтобы играть плохо. Да, и как играть в долгую, чтобы вы же чемпионы? Тут в первую очередь понятно, в первом раунде 7, во втором 7, но сейчас такая стадия, что куда дальше, загадывать в принципе. По сегодняшней игре, что игру отдавать что ли? Нет, понятно. Поэтому, как силы распределять здесь? На каждую игру, на каждый период стараться, по-другому никак. Какие-то, не знаю, бананы, протеин помогают в таких овертаймах, потому что там какие-то, не знаю, напитки специальные, гатарейд, что там нужно. Все присутствует, все присутствует, то это уже по желанию, кто там бананы ест, кто не ест, кто как готовится, поэтому, конечно, все есть. Тяжелейшая серия Северсталь, потом тяжелейшая серия с Локомотивом, сегодня три овертайм. Тяжелейший матч, кстати говоря, со СКА. Откуда у вас вот это вот железо? Вот эта сталь, стать. Это чемпионский характер, который прорабатывается годами? Ну, наверное, правильно вы заметили, да, тут, в принципе, команда вся, которая кубки поднимала, знает, как это делается, и что это делается тяжело, и вот, чтобы добиться успеха вот в таких играх, наверное, и проявляется самое-самое важное, просто-напросто опыт, наверное. И тренер-професс подготовки, хороший. В том числе, в том числе, это командный дух, это тоже присутствует, без этого никак. Момент, когда в конце основного времени, я такого не видел никогда, и Федоров сказал, такого не видел, удалили камни, потом выпустили на волях. Как вы это, не офигели? Ну, вот тут, на самом деле, в принципе, наверное, судя правильно сделали, потому что и основное время без удаления, да, и овертайм без удаления, как бы, наверное, только сравняли. И такой спорный момент был, с первого взгляда, да, и неправильно сделали, чтобы смотрели, потому что, наверное, так бы игру ломать не совсем правильно, наверное, было бы. Они перестраховали свою работу, сделали, и, в принципе, все правильно сделали. Кстати, вот это удивительно, что игра, которая была такая, в принципе, в давлении, да, где было много стыков, много борьбы, и действительно, ни одного удаления вообще на твоей памяти такое бывало? Ну, такой, наверное, вот первый раз, что и в основное время, и долгий овертайм, и ни одного удаления, но тут, в принципе, наверное, уже сначала овертайм, правильную стратегию, и судьи выбрали, что, как бы, такая игра идет, да, там понятно, что только, ну, стопроцентное какое-то явное удаление, а где-то, если 50 на 50, наверное, рисковать, наверное, неправильно, и их тоже понять, по-моему. С победой больше не будем держать, с победой. С победой. Фискуль, привет. Спасибо. Как игра? Блин, это вот эхо сегодняшней войны? Да нет, старая. Старая болячка? Да. Как тебе игра? Скорости более высокие, Федор говорит, очень высокие. Ну, я думаю, первые эти четыре периода, да, хорошую скорость показывали, и с нашей стороны тоже все красавцы. Какая, пятнадцатая игра по счету, не сбавляем скорости, и мне все нравится. В шестнадцатой даже, давай по порядку, ну, две в одной сегодня было, да, по порядку, смотри, СКА вел дело к победе в основное время, но вы дожали, вот ты забил гол, как это было, что вы говорили, как, что у вас получилось? Ну, я просто получился такой, ну, как можно сказать, не наигранный. Шайбу подняли наверх, перевели обратно. Я просто под ворота встал и получил. Я думаю, она и так бы залетела в ворота, но получилось попасть и перевело ей в ворота, поэтому где-то повезло тоже. Ну, я считаю, что мы на победу точно наиграли сегодня. Много в овертайме в каком-то помню. Много моментов своих не реализовали. Где-то воротарь хорошо сыграл, но как-то вот не получалось забить. Потом в конце основного времени тебя удалили за этот удар клюшкой. Момент, конечно, уникальный был. Что ты говорил, Судье? Ну, конечно, был недоволен. Ну, был недоволен, да. Нет, я не говорю, чтобы ты обсуждал решение Судье. Уникальный момент Федоров даже, я бы так сказал, никогда ему не видели, чтобы игрока посадили, чтобы выпустить. Ну, да, кстати, не ожидал такого тоже. Бывало, конечно, что игрок может находиться на льду и ждет этого, и они совещают. Не то, чтобы так. Ну, хорошо, что приняли правильное решение, я бы сказал. И не было удаления. Нестер очень спокойно ввел себя перед такой супертяжелой серией, которая, вроде бы, должна быть очень напряженной. Мы это между собой обсуждали. Капитан такой, подми, его гол забил победный. Насколько вам помогает то, что Дождневно, вы, наверное, все на таком, с одной стороны, релаксе, с другой, вы очень собранные? Я думаю, да, у нас все так нету какой-то паники между собой. Даже перед овертаймом выходим. Какие-то шутки может враздеваться. И это дает такую легкость. И в то же время подбадривает друг к другу. И, ну, не знаю, как это. Последний вопрос задам. Как... Задай ты. Влад, твой гол в сегодняшнем матче стал, наверное, ключевым эпизодом, да? Сняли уже вратаря. Права на ошибку не было. Ты забиваешь. Игра переходит в овертайм. Вот скажи, был в тот момент, было в тот момент ощущение, что этот матч вы уже не отдадите? Да, было еще, когда мы первый гол забивали. Был такой момент, что, правда, наша игра, и все друг друга подбадривали и говорили, что это наша игра, мы не должны ее пустить. Но, да, повезло то, что перебили в овертайм. На последнюю минуту забили. И даже еще, хочу сказать, что еще могли забить до конца игры. Но, опять же, не получилось. Я уточню, что ты кушаешь, когда надо силы сэкономить? Овертаймов могло быть пять, на самом деле. Что ты ешь? Что ты ешь? Орешки, бананы? Нет, побольше зелени. Ну, вообще, или? Вот сейчас. Вот сейчас. Ну, пошли по дороге, все пошли. Да, Максим с победой. Особо ничего не ел, только вот перед последним оттаймингом половину бананов съел, а так. Ну, это хватит хватит. На том, что покушал войдет. С победой. Спасибо. Добрый вечер, коллеги. Начинаем после матчевую пресс-конференцию. Главный тренер команды ЦСКА Сергей Викторович Федоров. Пожалуйста, ваш комментарий. Наша команда с победой. Все-таки шесть периодов. Есть шесть периодов. Спасибо большое болельщикам за поддержку. Это ощущалось, чувствовалось. Хорошая, быстрая игра. Обе команды стремились, двигали шайбу в зону соперника. Соответственно, было определено давление на наших защитников. Вроде справились, справились неплохо. Как ни странно, я считаю, сэкономили кучу энергии, потому что тоже двигали шайбу вперед, когда они слева направо, справа налево. Поэтому нас с победой готовимся, отдыхаем. Спасибо. А вот, пожалуйста, пожалуйста. Сергей Викторович, добрый вечер. Вот, когда становится понятно, что дело зайдет далеко, да, овертайм за овертаймом, как корректируются установки, да, чтобы бензин не закончился досрочно, и, возможно, вот какие-то нюансы из раздевалки, там, чем питаются, чтобы силы были такой марафон выдержать. Ну, я думаю, стандартное спортивное питание. Намного, конечно, лучше, чем раньше. Вот. Я думаю, питание, питание, но характеры победы, это... Таких ингредиентов нет, они есть у наших хоккеистов. Я очень рад за ребят, что потерпели. У нас было достаточно возможности забить этот гол. Но, к сожалению, не сложилось, поэтому потерпели, играли грамотно, играли правильно, вняли, как вы правильно сказали, определенным установкам. Они не длинные, они очень короткие, один-два эпизода и все. Потому что психологическая не усталость, а загруженность тоже влияет на экстра-периоды, на экстра-обертон. Поэтому старались не грузить наш хоккан сильно. Молодцы, справились. Павел, пожалуйста. Микротон, привет. Поздравляю с победой. Момент тот самый, когда хочется спросить из года в год. Постоянно говорят о том, что эти овертаймы надо менять, потому что и телевизионную сетку тяжело вместить, и люди уже уходят с трибуны, и 4 на 4 играть, 3 на 3, как-то так что-то изменить. Вы, человек опытный, как хоккеист, проходили это в НХЛ. Как вы относитесь к таким разговорам о реформах? Или вы считаете идеально то, что есть? Потому что у вас, на самом деле, мало времени. Седьмой матч, пару дней отдохнули, еще два матча подряд провели. Ну, хоккеисты тоже не железные. Концовку вопроса сразу говорю. Мы не везем тот багаж, который с нами случился. Ну, Паш, честно, если от меня что-то не зависело, я бы тебе, конечно, ответил популярно на этот вопрос. Вот все детали разложил бы от и до. Но, к сожалению, от меня ничего не зависит, поэтому не буду тратить ваше время. Сергей Викторович, с победой, достойная игра. Два небольших вопроса по тактике. В последнем коротком периоде Максим Соркин играл и в своем звене, и, соответственно, вместо Влада Каменева. Объясните, пожалуйста. Я думаю, у Влада какие-то проблемы были с лезвиями коньков. То есть он вышел из раздевалки, вышел на лед, потому что они начинали его звено. И видно, что-то его не устроило в плане лезвий. И он пока менял, мы быстренько переориентировались. Я помню. Второй вопрос по тактике. В основное время, дополнительно это было не так очевидно, соперник после первой же смены накладывал на звену Влада Каменева, соответственно, Гременщикова, Калюкова и Комарова. Для вас это было неожиданностью? Или это считаемо, в принципе, было? Ну, разбирая команду СКА до серии, мы понимали, что в том периоде и та, и другая команда будут делать наложения. К сожалению, достаточно было моментов у команды СКА, чтобы это сделать. А мне обязательно звено Влада Каменева. В принципе, это игровой такой момент, я думаю, когда ты свежий, ты можешь что-то сделать достаточно серьезное. Поэтому ближняя лавка, когда к зоне атаки, все команды и в лиге, и с теми сатарем, которыми мы играли, используют этот трием. СКА тоже это делают. Мы стараемся это тоже делать. Поэтому, я думаю, это не так персонально, отвечая на вопрос. Но это, да, случалось против Вина Каменева. Еще один момент, который мог быть ключевым. При счете 2-2 на последней минуте основного времени удалили Каменева, и потом судей это удаление отменили. Удивительный момент, на самом деле, я такого не видел. Как вы это восприняли, что они судьи вам объяснили в этот момент? И такой момент очень интересный. Вы знаете, нам для вас интересно. Для нас он был тоже интересный с той точки зрения, что мы связались со своими, так сказать, помощниками. И нам сказали, что там ничего не было. Все равно нас удалили. Мы привыкли к таким эпизодам и таким моментам. Поэтому что-то скажешь. Игра инстаграма и решение арбитра – это решение арбитр. Не помню ни одного случая, чтобы в случае принятия решения что-то было отменено. Но в данном случае это необычный случай. Арбитры четко разобрались, четко сработали. И не увидели никакого плохого действия со стороны нашей игры. Так сказать, выпустили его на бой. Сергей Викторович, по удалениям, да, наверное, очень редкий случай, когда ни одна, ни другая команда ни разу не удаляется в основное время. Вообще, ну, на ваш взгляд, чем вызвана такая чрезмерно корректная, да, понят, что градус ответственности, вот. Но это все равно редкость. Я думаю, игра была от ножа. Я считаю, скорости были огромные. Но просто обе команды здорово двигаются, здорово готово. И в принципе, я не думаю, что было много таких моментов, за что можно было удалить. Хотя задержки истории с другой стороны были. Но, как я уже сказал, арбитры делали всю работу на свою. Тут, честно, в моем лице я на что-нибудь сказал. Об этом как бы не думал. Просто реагируем на ситуацию во время игры. И стараемся сделать все возможное и выпустить правильных ребят, чтобы нивелировать это, так сказать, удаление, чтобы нам не забил. И еще один момент. Вот очень бодро начали первый период. Хотя, казалось бы, у вас две семиматчевые серии, да, за плечами. АСКА отдыхал с 22-го числа, да. То есть они должны были быть свежее. Правильно ли я понимаю, что просто ставка была на активное начало, побольше позабивать. Но это не получилось сделать. Спасибо. Как я уже сказал, багаж есть багаж. Две серии мы отыграли. Но после одного выхода, но как-то странно. И в следующей подготовке к этой серии, в принципе, психологически мы не везем эти серии с собой. Разные соперники, разные игры, разные по накалу игры, разные скорости. И не в плане тех команд, которые мы прошли, они были как-то недостаточно организованы или готовы. Наоборот, просто это все по-другому в новой серии. Поэтому мы психологически готовим команду. Это одна из наших важных составляющих. И в принципе, как я уже сказал, давно я сказал про это. Мы начали сезон чуть позже. Мы провели определенную предсезонку. В декабре, в январе мы не провалились в плане физически, как мы себя чувствовали. Мы понимали, что у нас прошлый сезон затянулся. И начинать рано следующий сезон смысл. И также давать определенную нагрузку ребятам, чтобы в декабре январе почувствовать, что мы где-то не там, где мы хотим быть. Ну и в конце сезона мы четко понимали, что у нас хороший фон физический. Ну и, соответственно, психологический. Тем не менее, конечно, вы можете сказать, что мы сыграли в раунду по 7 игр. Но отдать должное соперникам – это не прогулка в парке. Они все готовятся, все на нас настаиваются. И это нас закалило. Поэтому я думаю, что мы не думаем, что это произошло. Сегодня мы, не знаю сколько времени, даже по 12 ночи тоже порадуемся, и попереживаем друг за другом. Надеюсь, без больших шишек и синяков. И завтра будем уже готовиться к новой игре. Как будто мы только начинаем серию. Спасибо, что у нас еще вопросы. Спасибо. Можно вопросы? Да, есть вопросы. Дарья Боргин, у нас тут не хотели. Такая маленькая пауза между сезонами, по сравнению с СК, помогла? Или осложнила сегодняшнюю игру? Если бы отдыхали больше, то могли бы сыграть лучше? Или наоборот, маленькая пауза помогла сохранить игровую форму? Спасибо. И, честно, думаю так, что это палка до конца. Но в данном случае я считаю, что первый период мы провели достаточно активно. не только потому, что мы были в игровой форме, но и потому, что мы очень грамотно и правильно играли и распоряжали шайбы. То есть шайба была впереди наших игроков. И, как вы все знаете, вперед бежать намного легче, чем... В другую сторону, подальше я вас за твои спины. Спасибо. Еще один вопрос, если позволите. Ну, давайте, я уже постою. Не настоялся. Сергей Викторович, вот вопрос немножечко уже не поиграет, а завершаем. На днях президент Федерации хоккея Владислав Третьяк предложил идею перекрестного плей-офф. Вот вам, как все-таки участнику финала конференции, это вопрос у Торрент. Что вы думаете по этому поводу? Нужно ли его вводить? Если да, то с какой стадии? Так же ответит, Паша, как на твой вопрос. Ничего от меня не зависит. Спасибо. Спасибо большое.